20 часов 13 минут, вечер 1 мая. Пахнет ромашкой и горькой полынью, слышится речки бег. Если не видеть, как рядом с тобой друзья каждый день погибают, можно подумать, что этой войны в мире и вовсе нет. Как у вас дома? Все живы-здоровы? Видел тебя во сне. Мы у плетня пели песни про счастье, жаркий стоял июль. Как ни стараюсь с собой бороться, тоскую я по тебе. Знаешь, меня Бог твоими молитвами, видно, хранит от пуль. 8 часов 13 минут, утро 3 мая. Только не бойся, за нас ты слышишь, лучше себя береги. Это письмо мы с мамой твоей вместе сейчас читаем. Знаешь, с тех пор, как тебя забрали, ей трудно даются шаги. Как там на фронте? Никто не знает, сколько еще воевать. Видела сон, у плетня стояла я без тебя и пела. Но ты же знаешь, я в сны не верю. Тебя продолжаю ждать. Хоть нелегко, но я все стерплю. Ты же просила, чтоб терпела. 10 часов 13 минут, солнечно, 5 мая. Ровно полгода, как я на фронте. Даже стреляю метко. Мы повоюем еще за вас, я тебе обещаю. Времени нет. Наступаем скоро. Жди, обнимаю крепко. 20 часов 13 минут. И незнакомый почерк. Он был героем. Подбил два танка. Крикнул другим, бегите. Это случилось 3 дня назад, 5 мая ночью. Он ваше имя назвал предсмертью. Он вас любил. Держитесь. Сколько часов уже непонятно. Сколько минут подавно. Снова пишу. Знаю, что не ответишь, но не писать не вмочь. Слышишь, хочу, чтобы из письма сегодня узнала о главном. Через 3 месяца станешь папой. У тебя будет дочь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok